Привет! А в этом видео мы с бабушкой специи расскажем рецепт приготовления сырой свеклы по-корейски с луком и чесноком. Готовится очень просто, а вкус в меру острый. Рецептов свеклы по-корейски, оказывается, есть много. У нас более популярна и уже как родная морковь по-корейски. Но свекла имеет не менее интересный вкус и может по праву занять достойное место в нашем меню. Попробуйте! Думаем, что многим это блюдо может понравиться. Состав рецепта рассчитанный на 8 порций. Свекла 1 килограмм 250 грамм. Лук репчатый 2 штуки. Чеснок 5 зубчиков. Растительное масло 70 миллилитров. Уксусная эссенция 1 столовая ложка. Сахар 35 грамм. Соль 35 грамм. Кинза, кориандр пол столовой ложки. Перед черный молотый по вкусу. Перец острый стручковый по вкусу. Основной этап приготовления. Подготовить необходимые продукты по списку. Свеклу очищаем, хорошенечко моем. Очищенную сырую свеклу необходимо натереть на корейской терке. Стараться соломку сделать длинной. Удобно готовить в просторной миске и использовать перчатки. Необходимо добавить 1 столовую ложку с горкой соли. Перемешать руками и слегка помять, чтобы свекла стала мягче и пустила сок. Оставить на 30-40 минут. За это время, через 20 минут, еще помять и перемешать. А пока кориандр слегка обжарить на сухой сковороде, а затем измельчить, но не в пыль. Почистить и разрезать лук на четвертинки. А эти четвертинки соломкой по 0,3-0,4 миллиметра. За свеклы слить сок и слегка отжать, но не перестараться, иначе будет не сочная. Сверху горочками добавить специи. 5-6 зубчиков чеснока, пол столовой ложки молотого кориандра, полторы столовой ложки с большой горкой сахара. Присыпать черным перцем. По желанию можно добавить и красный жгучий перец. На грель сковороду налить 70-80 миллилитров растительного рафинированного масла и хорошо накалить его. Поджарить лук до золотистого цвета. Сразу с плиты очень горячее масло вылить на специи и высыпать весь лук. Хорошо перемешать. Последним влить неполную одну столовую ложку уксусной эссенции и еще раз хорошенько перемешать. Миску накрыть, дать постоять, пока остынет. Затем убрать настаиваться в холодильник на 6-8 часов или на ночь. Все, наша свекла по-корейски готова. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо, как салат к мясу, картошке, блюдам из круп, а также макарон. Или как ингредиент в другие салаты, по типу моркови по-корейски. Время активной готовки около часа. Остальное время свекла должна настояться в холодильнике. Сырая свекла диетический овощ, но в нашем рационе это новый и необычный продукт. Нам она более привычна после термической обработки. Но умеренное употребление именно сырого овоща существенно улучшит здоровье. Суточная норма не должна превышать 200 грамм и вводить ее необходимо постепенно. В данном салате свекла сырая, но она проходит термическую обработку горячим маслом. После маринования сырого вкуса вовсе не остается. Свекла является естественным антиоксидантом, который активизирует выведение из организма шлаков и токсинов, также лишних солей, вредного холестерина. Овощ повышает защитные силы от опасного радиоактивного воздействия и в целом укрепляет иммунную систему. Сырая свекла оказывает благотворное влияние на работу всех утренних органов, способствует увеличению запасов энергии и повышению работоспособности. Важно! Сырая свекла может нанести вред людям, страдающим острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также внутренними кровотечениями. Изжога, колиты, гастрит с повышенной кислотностью, также синдром раздраженного кишечника, метеоризмы при таких недугах блюда из сырой свеклы под запретом. Попробуйте и вы приготовить сырую свеклу по корейски с луком и чесноком по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!